Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Болите Бога о нас! В общем, мы блогеры Колян Платков и Лена Магадан, YouTube-канал Платочек, и недавно мы получили замечательный донат! Йоу! Красота! От кого бы вы думали? Угадайте в трех раз, дорогие зрители и все остальные мои друзья! От религиозной организации РПЦ! Представляете? Йоу! Класс! Дожили мы до нежданного чуда! Вынул епископ добро из-под спуда! А епископ-то тут при чем? То есть, вот это то, что мы получили, это вот наш давний знакомый, молодой человек, инвалид с детства, по имени Никита! Никиточка, солнышко, друг мой хороший! Который просто очень активный, энергичный человек! И очень добрый! Да, из тех, которые вот сидят на еже, и он не может просто тупо получать пенсию, и получать какие-то от московского мэра подачки. Он что-то мутит, занимается какой-то общественной деятельностью, как православный христианин, настоящий, обошел несколько храмов, спрашивал, предлагал настоятелям, говорят, я хочу какую-то деятельность, полезную для инвалидов, делать. Настоятели ему под разным предлогом отказывали, типа, нам это не надо, мы это не можем. И вот в одном храме он с настоятелем договорился, они там собрали какие-то пожертвования для инвалидов, сделали вот... Продуктовые наборы, причем очень хорошие, качественные. Да. И раздали, в том числе и нам. И даже нам. Уж мы не ожидали, что нам достанется, но даже нам достался набор. Но епископ-то тут ни при чем. То есть епископ-то тут при чем? Где? То есть вот мы понимаем, вот в средневековье церковь, епископ выполнял роль банковской системы, кровь экономики. То есть церковь, это как сокровищница, церковь она давала в долг под проценты или беспроцентные кредиты. Но здесь-то, в данной ситуации, что современные епископы РПЦ, они только с приходов дань собирают. А вот этот донат, он нам пробил вот этот активный молодой человек. А епископ выступал именно в роли паразита. Поэтому епископ-то тут ни при чем. Интересно. Поэтому мы здесь не епископа благодарим, а мы благодарим нашего давнего знакомого Никиту. Да, своего любимого друга. Который добился то, что этот донат нам был создан. Да. Настоятеля храма. Настоятеля храма. Не помню даже, как он называется. От рада и утешения на Ярославке. А, от рада и утешения на Ярославке. Причем даже сейчас вот мы его назовем, а он потом нам скажет, что ж вы меня подставили, вы же скандальные блогеры, и у меня донат получили. Ой, подлепали его. Мы честные блогеры, поэтому у кого донат получили, мы так и озвучиваем этот донат. Сейчас мы расскажем, что внутри этого доната. Ну и как бы, чтобы обид не было, мы просто как объясняем, как все было на самом деле. Да. А это вы уже сами свои разборки выясняете. Наш ролик, он в лицензии Common Creative. То есть можно вырезать нужный фрагмент, какой вам нужен. И в любое другое видео ставить. И никакой страйк не прилетит. Потому что у нас все максимально открыто и без какой-либо ограничений. Правильно? Ну да. Но мы блогеры лайкаем людей, тех, кто нам дали донат. А не тех, кто собирает дань. Тех, кто нам дал донат. Да. И мы благодарим своих любимых, дорогих спонсоров, которые нам помогли продуктами. А паразитам, которые живут за счет активных, энергичных людей, наш дизлайк. Дизлайк, 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 дизлайк. Диз. Ну, а мы, как честные блогеры, получившие донат, берем вот этот вот рюкзак. Да. Это наш рюкзак, потому что сам донат был в большом бумажном пакете. Мы бы его просто не донесли. Благо, у нас под рукой с собой был рюкзачок. И мы аккуратненько сложили продукты. И с комфортом их доставили домой. И наслаждаемся ими. Так, первый наш донат. Мука, жаная! Клевопекарная! Источник здорового питания! Йоу! Круто! Спасибо! Спасибо! Спасибо нашим благотворителям! Мы вас любим! Йоу! Класс! Спасибо! Так, следующий объект это соль экстра! Масса мета! Продукт простой, но нужный! Масса мета 1 килограмм 1000 грамм экстра! Продукт простой, но всегда нужный! Очень нужный нам продукт! Как дачникам солить огурцы, помидоры! Спасибо! Лайк! Лайк! Следующий наш донат! Русский сахар! Кусковой! Йоу! Круто! Ну, мы чай пьем без сахара, но сахар мы применяем, когда у нас гости, или когда мы варим... Варенье! Вкусное! Спасибо! Спасибо! Благотворители! Спасибо! Мы вас любим! Следующий донат! Свинина тушеная, высший сорт! Йоу! Классно! Как походники и участники Великорецкого крестного хода! Это нам очень пригодится в походе! Если все-таки ограничения ослабят, и крестный ход будет! Это очень нам пригодится! Особенно с учетом того, что тушенка не требует консервный нож, который, тем не менее, весит аж целых 200 грамм! Вот так! А 50 километров нести эти 200 грамм, это тяжело! Это точно! Чувствительно! Спасибо! Спасибо, любимые! Спасибо, любимые! Спасибо, любимые! А там еще у нас и есть... Говядина! Тушенка говяжья! Йоу! Круто! Говядина нежная! Вкусная! Тушенка говяжья для открывания ключом без консервного ножа! Йоу! Класс! Отличный подарок походникам и участникам Великорецкого крестного хода! И это не просто мясной продукт, а элитный высший квас! Да, да, да! Спасибо большое! Спасибо, любимые! Если мы еще хоть раз пойдем в Великорецкий крестный ход, то на стоянке в Великорецком разогреем на костре и будем вспоминать наших любимых благотворителей! И споем им там многое лето вместе со всем крестным ходом! Спасибо, любимые! Спасибо! Бандюэль! Зеленый горошек Бандюэль! Нежный горошек, очень вкусный! Маленькая банка, отличное дополнение к тушенке в походе! Тоже с ключом, тоже для похода очень удобно! Спасибо! Спасибо, любимые! Мы вас любим! Спасибо, добрые! Еще один горошек Бандюэль! Огромное спасибо! Нет, это кукуруза Бандюэль! А, кукуруза! Это кукуруза, но прекрасный и очень хороший продукт! Отличное дополнение к тушенке! У нас тоже гарнир ко второй банке! Спасибо, любимые! Спасибо! Мы вас любим! Спасибо, любимые! Будем молиться о вас в Великорецком крестном ходу! Я надеюсь, что он состоится в этом году! Молоко цельное, сгущенное, с сахаром! О, класс! Какая вкуснота! Пробить две дырки гвоздем и на даче отлично пережидать пандемию коронавируса, подтягивая чай со сгущенкой! Спасибо, любимые! Спасибо! 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 Мы вас любим! Спасибо, солнышки! Овощная сказка! Нежная фасоль белая в собственном соку! Какая красавица! Какая вкуснятина! Как раз, когда тушенки нет, то в среду или в пятницу в походе в Великорецком крестном ходу отлично покушаем! Спасибо! Если крестный ход состоится! Да, хочу, чтобы был крестный ход! С 3 по 8 июня, дай бог, состоится! Дай бог, чтобы состоялся! Ух ты, еще одна! Как раз одна для среды, другая для пятницы! А это красная фасоль! Такая же вкусная, высокого качества, которую, дай бог, каждому! Все нормально, чтобы все видно было! Да! Так, ух ты, еще консервы у нас есть! О, какой консервный классный! Так, две банки маленькие! Это паштет! Паштет с мясом птицы! И паштет со свиной печенью! Ух ты, вкуснятина! На бутерброды в походе мазать! Спасибо, любимые! Спасибо! Спасибо, любимые! Спасибо, любим вас! Так, а дальше у нас идут кукурузные хлопья с медом! Какая вкуснота! А, это моя любимая каша! Это не каша! Это пить чай, знакомиться, беседовать о православной семье! И эти хлопья пить в походе тоже отлично идут! Да, 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 да! Да у вас! Ох, пить чай, знакомиться, беседовать о православной семье! Так, а у нас еще есть у вилка гречневая крупа! Удобнее варить в пакетике! Тоже отличная походная штука! А еще очень хорошая дачная каша! Не нужно промывать крупу в пакетиках! Она чистая и отборная! Тоже для похода! Ух ты! Ну блин! Как хочется поход сразу! Ой, как хочется порадоваться! В общем, во всех храмах за вас записки подадим, если крестный ход, конечно, состоится! Я надеюсь, главное, чтобы этот крестный ход состоялся! Очень хочется! У вилка, крупный зерновой рис, да! Тоже такой пакеты! Не нужно промывать крупу в пакетах! Она чистая, отборная! Тоже для крестного хода самое оно! На горелке кипятим воду, заливаем вот этим добром! Так что, ух! Красотища какая! Прям раздразнились! В крестный ход захотелось так идти! Хочется праздника очень! У нас еще одна у вилка! А это уже... Четырех злаков! Крамус! Доброе утро! Четыре хлопья! Четыре злака! Тоже отличная каша! Тоже для похода! Крамус со сливой! Вкуснотища какая! Да! Я люблю такие каши! Это как раз именно специальная походная такая крупа! Потому что, если просто крупа, она безвкусная! А так, в походе заливать кипятком! Кипяток воду нам дают! Газ несем с собой! Вот это заливаем! И это уже готовый продукт! Да! Очень для похода хороша! Дай Бог каждому такую кашу! И это ничего! Спасибо! Овсяная каша с клубникой! Какая вкуснотища! И последнее, что у нас есть, это такая же доброе утро овсяная каша, но уже с малиной! Такая вкуснятина! Вот в крестный ход сходить! Так что, нас, конечно, спасибо нашей русской православной церкви в лице нашего друга Мирянина Никиты, который организовал нам, и не только нам, но еще и нескольким таким людям, такой замечательный донат! Спасибо большое! Мы всех, кто получил этот донат, приглашаем в Великорецкий крестный ход! Как постоянные участники этого крестного хода, мы готовы подсказать, как организовать снаряжение, как лучше идти, как подобрать обувь, как отрегулировать рюкзак. Ну и, собственно, мы в этом крестном ходу и познакомились. Так уж получилось, что донат исключительно для походников. И это было бы круто! Главное, чтобы еще и крестный ход бы состоялся, и мы бы были бы самые счастливые паломники. Потому что то, что крестный ход, когда контрафактный, то это же опасно, это простудишься, а потом тебя не пустят в поезд с билетами, погонят на тест на коронавирус, у которого эффективность 50%, скажут, что ты ковидный, и в обсерватор на 2 недели запрут. А на какие деньги возвращаться, и на какие деньги жить эти 2 недели, а это уже проблема поводника. Ну, крестные ходы, они только если пандемия окончится. Ну, благо, вот эти продукты, они длительного хранения, так что если пандемия в этом году не закончится, то в следующем году окончится. Я надеюсь, что хотя бы в следующем. Да, да, да. Ну, что же это за безобразие? Ну, там на даче как бы у нас тоже соль и мука, это как раз для дачи это у нас все есть. Так что все продукты ценные, все продукты полезные. Все хорошие, все нужные. За все благодарим нашего друга Никиту. Также в комментариях к этому видео мы перечислим все общественные и религиозные организации, которые к этому донату причастны. Потому что, к сожалению, в РПЦ у нас раздача гуманитарной помощи и всякой благотворительности не налажена. Ну, так что, а вот когда я хожу в ЦСО или в Общество инвалидов, то там все четко. Выдают тоже продуктовые наборы. И еще там же происходят еще мероприятия, концерты. И поэтому получается, что сами же получатели доната или обедающие в столовой тоже бесплатно, они же оказываются еще и зрителями для артистов. Причем очень благодарными и довольными. Ну, да, потому что вот мы сейчас этот донат от РПЦ получили, мы просто немного обалдели. Да, обалдели, действительно, мы такой первый раз видим. Потому что до сих пор в церкви у нас только деньги конючат на всякие нужды, а тут нас впервые подонатили. Мы даже, да, просто мы в шоке, реально круто. Мы-то сами кончали и школу актива НКО, мы знаем, что такое некоммерческое партнерство, поэтому мы знаем, что мы когда куда-нибудь приходим в какой-то организации, кто нам что-то раздает, они там нам объявят, как они правильно называются, с кем сфоткаться, кому попозировать, кому лайк поставить. А здесь мы донат получили, а куда лайк ставить, мы даже не знаем. Да, вот не знаем. Мы пришли в молодёжную группу, и тут же по неофициальным каналам нам говорят, вы больше в эту молодёжную группу не приходите. Почему-то, хотя мне лично там понравилось, а мне сказали нет. Ну, потому что мы инвалиды, инвалиды, они с молодёжной группой несовместимы. Потому что инвалид – это ветеран борьбы за существование. А молодёжная группа – это источник лохантеров. А молодёжь – это источник волонтёров. Не волонтёров, а лохантеров. Потому что волонтёры – это за границей. Ну, отличие-то какое, что волонтёр, он от слова «вол». То есть его кормят вкусно, его ставят в удобное стоило, где рядом красивые тёлки, и он, видя эту благодать, которая вокруг него, он в результате работает как вол. А у нас в России, и особенно в церкви, что просят помочь. Ну, думаешь, ну, мне не тяжело. Ну да, мне не тяжело, да, с удовольствием. А спустя некоторое время замечаешь, что ты используешься как лох. Ну да. Хотел помочь, и тебя используют как лоха. Поэтому за границей волонтёр от слова «вол». Ну да. А у нас в России, и в церкви, лохантер от слова «лох». Жёсткая кровать. Ну, тут мы сейчас начали получать донаты, поэтому мы надеемся, что в церкви будут перемены. Мы сами готовы, опять же, поучаствовать, чтобы в церкви перемены были к лучшему. Да. Потому что эта вся мировая практика политики говорит о том, что хочешь, чтобы тебя любили – донать. Ну да. Хочешь, чтобы твою базу разместили на своей территории государство, то построим там больницу, построим школу, атомную электростанцию. Да. А церковники только деньги вымогают, а сейчас вот донатят. Ну, как бы… Ну, здорово. Вот. Очень, очень рады. Ролик записали, донат полайкали. А кому лайк-то посылать? Да. Молодежки нас не ждут. У этого нашего друга там активности в группе никакой. И плюс он боится, что вот мы, скандальные блогеры, ему отпишемся, а его потом в какой-нибудь другой приход не пустят. Ой. Поэтому мы на своем канале-то, как честные блогеры, про донат рассказали, а дальше уже ребят церковные, вы сами вырезайте все, что нужно, и в свои группы выкладывайте. Спасибо за донат. Благодарим всех наших зрителей. Ждем вас в пятницу в прямой эфир. До встречи с платочками в прямом эфире. А еще мы выражаем благодарность нашим всем благотворителям. Только бог знает, как их зовут. Да. Как физические лица, так и юридические лица. Вырезайте то, что в нашем ролике под вашу общественную благотворительную некоммерческую организацию подходит. Вырезайте все, что хотите. Мы сказали честно все, что мы получили. Да. До свидания. До встречи в видео. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь.